Всем привет! На канале давно не было видео по философии, однако эти выпуски всегда вам заходили. И сегодня я решил снять именно такое видео, но набросав немного материала всего по одной теме, я понял, что его накопилось часа на два. И сегодня я запускаю новый формат видео, который будет называться хэштег. Это будут небольшие видео, которые будут выходить периодически, в зависимости от того, насколько они вам закатят и насколько они конкретно вам будут интересны, где я по-прежнему буду высказывать свою точку зрения, мнение, делиться своим жизненным опытом, давать какие-то советы по тем или иным околомузыкальным темам. Итак, поехали! Бедность. Бедность всегда считалась одной из главных проблем в нашей стране, но как конкретно эта беда сказывается на индустрии музыки? И вы удивитесь, но в первую очередь это не цена на музыкальные инструменты, потому что хорошую музыку можно записывать на недорогих инструментах. И вас никто не выведет за руки из олимпийского, если вы сыграете песню на сквере. Дело в том, что когда вы создали свою группу, записали свой первый EP дома, на компьютере, в домашней студии, выступили в местном ДК, надо двигаться куда-то дальше. Чтобы зарабатывать на своей музыке, вам надо зарабатывать на своей аудитории, а для этого аудиторию надо собрать. И никто не пойдет на вас в чужом городе, потому что вы неизвестная группа. Что делать? Единственный разумный вариант в этом случае вырисовывается, это подвязаться к какой-либо уже более успешной, более известной гастролирующей команде. То есть вы пишете какой-либо группе наиболее похожей к вам стилистически, у которых намечается тур по стране, и привязывайтесь к ним. В этом случае вы освобождаете себя от проблемы снятия в аренду клубов, снятия в аренду аппарата, организации всего этого, ночевки и так далее. Все берут на себя более старшие товарищи. Однако при этом вы выступаете в наполненных залах, и скажем, если после концерта в ваше официальное сообщество ВКонтакте вступило 30-70 человек, буквально день прожить не зря. В это время вы беззаботно ездите, нарабатываете себе связи, знакомьтесь с людьми, запоминаете места и узнаете, как все это работает. И вы скажете, а зачем какой-то известной команде брать вас с собой в нагрузку? Потому что трехчасовое шоу способен давать далеко не каждый артист, а полтора часа это всегда немного мало. Во-первых, это избавит их от местного разогрева. Местный разогрев это всегда немного непредсказуемая штука. Существует внегласное правило увеличения звука по ходу мероприятия. То есть звук должен нарастать, подходя к главному гостю, к хедлайнеру. На местном разогреве вам могут поставить более тяжелую команду перед вами. В этом случае звук будет идти по угасанию, что будет, естественно, в минус главному наступающему артисту в этот день. Более того, постоянный разогрев это всегда способность решить множество вопросов по настройке звука. Второе это возьмите на себя все расходы за транспорт. В этом случае вы возьмете на себя только расходы за минивэн, а это 6000 рублей вместе с водителем и бензином в день, за еду по 2000, скажем, на группу в день и проживание. То есть у вас получится не более 3000 рублей в день. И, конечно, если брать тур в 10-15 городов, это все равно немалая сумма, скажем, для школьника или студента, куда одеваться. Вы, конечно, можете попробовать сэкономить, поехав на своей машине, но, поверьте мне, я знаю, что тур в легковушке – это далеко не из приятных занятий. Более того, если кто-то из музыкантов находится за рулем, за своей машиной, то, не дай бог, попасть вам в какое-либо мелкое даже ДТП. Буквально задели кого-то бампером столицы и потеряли кучу времени, а значит опоздали на концерт, а значит заплатили неустойкой. А неустойка доходит до весьма немалых сумм, потому что это мало того, что съем аренды клуба площади на вечер, это съем аппарата, это проданные билеты, это афиши, это работы организаторов. И поэтому вам надо иметь с собой еще больше запас средств, это еще более опасно и может выйти еще более затратно. Да и удовольствие от такого тура вы получите вряд ли. Следующее, на что вам придется потратиться – это ваши записи. Потому что сейчас идет культ качества, и даже какие-то школьники имеют такой уровень записи, который буквально 10 лет назад не снился и очень крутым музыкантам. Хорошее столичное сведение стоит от 8, от 12, даже тысяч рублей, в зависимости, конечно, от студии и от сложности композиции. И это только сведение и мастеринг, не касаясь часов записи. И дело в том, что вам кажется, что когда вы закончите учебу, вы станете работать, и все в группе будут работать, наконец-то решится вопрос с деньгами. Но он не решается. Потому что когда вы становитесь взрослыми, у вас появляются взрослые проблемы. Вам нужны деньги, помимо этого, на машину, на квартиру, на второе образование, на семью. И вашу семью можно понять. Когда ваша жена скажет вам, дорогой, нам нужно купить нормальный холодильник, вы не скажете ей, нет, дорогая, давай я лучше выпущу новый сингл. Здесь будет уже поздно включать мужика и решать, что будет в вашем доме, новый холодильник или новый сингл. И ваших дорогих можно понять. Потому что, представьте себе, вы обычные слушатели. В ваш город приезжает, скажем, в этом месяце, но из МС или Сплин, неважно, билет стоит полторы-две с половиной тысячи рублей. Далеко не каждый может позволить себе отложить даже эти две с половиной тысячи рублей и раз в месяц сходить на какого-либо артиста. Потому что это будет минус из семейного бюджета, так или иначе. А если еще заплатить за свою девушку, это уже пять тысяч рублей. Плюс выпить, это уже семь тысяч рублей. И у вас, соответственно, уже не остается мыслей сходить на какие-то неизвестные команды, которые только пытаются и хотят набирать популярность. Пускай даже это будет стоить буквально 500 рублей. А то есть, даже если вы выпустите хорошие аудиозаписи, хорошие песни, их никто не купит. И даже если вы пойдете на концерт, билеты, опять же, не будут раскуплены. И, в общем-то, ваши родные это знают, потому что это уже далеко не первый сингл. Поэтому для них это пустая трата денег. Это просто десятка на ветер. И если вы думаете, что преодолев все эти самые сложные начальные этапы, вы, наконец, станете звездой. И все эти проблемы, материальные заботы от вас отпадут, то вы ошибаетесь. Потому что большинство артистов все равно вынуждены экономить. Когда я смотрю какие-либо концерты на официальном канале на YouTube, да, на телевидении какого-либо артиста, я вижу, насколько это классное шоу. Это бешеное количество живых музыкантов высочайшего уровня. Ты получаешь безграничное удовольствие от их мастерства, владения инструментами. Это подтанцовка, это свет, это крутой звук, крутое оборудование. Но, когда этот артист приезжает в Рязань, пускай это даже не самый последний артист, и это далеко не самое последнее заведение, я всегда стараюсь узнать заранее, в каком составе он будет выступать. И чаще всего это оказывается караоке-шоу. То есть люди идут не на шоу, не на концерт, а идут просто на имя. То есть, купив билет, я не получу даже минимального инструментального состава и живого звука. И, конечно, в данном случае мне неинтересно идти на концерт. Но таких людей, как я, мало. В основном все пойдут просто посмотреть на него, потому что это знаменитость. И отсюда, если вы хотите делать что-то качественно, то, опять же, это большие затраты. Затраты, на которые множество артистов просто не решаются. Большинство экономят в 90% случаев концертов и не получают сами даже от этого максимального удовольствия. Есть, конечно, те, которые готовы работать в минус во многих городах, да. При этом, держа планку качества и уважая своего слушателя, но таких команд значительно меньше. Так вот, после всего, что я сказал, вам может показаться, что я пытаюсь вас переубедить. Мол, зачем вообще заниматься музыкой и тратить свое время на это, если это абсолютно безнадежная затея, которая ни к чему не приведет. Я даже не буду говорить, что музыка это как игла, если вы сели на нее, то вы не слезете. Бывших рок-музыкантов не бывает, и поэтому говорить о том, что бросить музыку, это значит, что вы ее не начинали. Это просто сумасшедшее сочетание искусства и науки. И чем дальше ты в нее ныряешь, тем больше ты завораживаешься ею, тем больше ты развиваешься, а развиваться там есть куда. Поэтому бросить ее или начать ее, это если вы бросаете, значит, вы не начинали, как я уже сказал. Можно ли вообще поменять отношение к музыкальной индустрии в нашей стране? Можно ли как-то искоренить эту бедность из музыки и дать ей свободу? Можно. Причем элементарно. Давайте я приведу вам один из примеров, который сейчас наиболее часто приводят, потому что он, наверное, скоро вступит в силу. Это, допустим, платные трансляции на YouTube. Что такое платные трансляции? В одно время известный канал, по-моему, GamesTV, когда это все только ввели, решил сменить свой формат аудитории на платную подписку. То есть в этом случае они посчитали, что потеряв даже 80% аудитории, они все равно останутся в прибыли. На Западе, благодаря платным трансляциям, есть такие большие промоушены, как UFC. И благодаря платным трансляциям там нет наших бойцов. Давайте представим себе, что мой канал стал платным. И скажем, я беру со своих подписчиков за подписку 10 рублей в месяц. 10 рублей в месяц стоит подписка на мой канал. 30 тысяч подписчиков на моем канале – это 300 тысяч рублей. И на 300 тысяч рублей я могу делать уже очень крутой контент. Давайте представим, что я беру 15 рублей за подписку в месяц. И это еще больше суммы. И я могу нанять себе видеооператоров с дорогим оборудованием. Я могу писать сценарий, я могу бросить работу и целый день делать для вас качественный контент. На уровне, который и не снился телевидению и всем этим музыкальным передачам, всем этим пародиям на музыкальные передачи. И о музыкантах, которые сейчас делают на местных, скажем, телевидениях, да и даже на центральных. Готов ли наш народ платить по, скажем, 10 рублей за 10-15 подписок на Ютубе? Если это будет качественный регулярный контент, который будет приходить постоянно, и его всегда будет интересно смотреть. И я вам отвечу, что готовы. Человеку просто нужно видеть, что он получает что-то за свои средства. Он не сможет бросить контент. Если он заплатит эти 10 рублей, он увидит там столько всего крутого, офигенного, и будет вечером что посмотреть, он потом не откажется от этого. Потому что ему будет это реально круто, и это будет интересно. Так что... И я, кстати, доказал это своим проектом «Самоучка». Потому что люди готовы платить, когда я собрал весьма внушительную сумму, с довольно тогда еще малого канала. И проект был завершен, и все были счастливы и довольны. То есть я хочу уяснить вам, какую колоссальную разницу мы можем получить с вами буквально за один шаг. Между неимоверно качественным и массовым контентом, который музыканты способны делать в силу своего музыкального опыта, количества знаний, целеустремленности и трудолюбия. И в каком дне они сидят сейчас. К слову, сейчас на монетизации с YouTube я получаю, допустим, около 3000 рублей в месяц. И, скажем, на одну поездку в Москву за оборудованием, чтобы сделать вам несколько обзоров для разнообразия, я трачу значительно больше. И, скажем, собирая на SM57 с доната, я планирую собирать на него, ну, порядка нескольких лет. На Западе даже какие-то малоизвестные команды, даже какие-то, допустим, видеоигры, какие-то разработчики. Я недавно слышал, что какой-то проект от неизвестного разработчика, неизвестной идеи, даже без команды, без техподдержки, без рекламодателей, да, без вообще какой-либо раскрутки, набрал 100 миллионов долларов на свой проект. На какую-то там космическую стратегию, не пойми о чем. И именно поэтому проекты делаются. Делается что-то новое, делается что-то крутое. И, опять же, это буквально не за горами. Поэтому заниматься музыкой надо, безусловно, надо. Многие, кто говорят, брось все это дело, занимайся рэпчиком. Дело в том, что на старт артиста требуется много лет. Лет 6-7. И, скажем, если бы я 7 назад начал заниматься рэпом, и мне бы это нравилось, конечно же, то, возможно, сейчас у меня были бы шансы выпласть и зарабатывать на этом деньги. И поэтому все в этом мире циклично. И я считаю, что сейчас тот самый момент, когда нужно начинать заниматься музыкой. Потому что потом будет уже поздно. А мультимедия растет. А народу требуется все время что-то более крутое. А что может быть более крутое, чем живая музыка? Чем музыка, искусство, которое пережило столько времени? Так вот, что же все это значит? Это значит, что хороший менеджмент – это все, что нужно музыкальной индустрии в нашей стране. На Западе рок-музыка и гитарная культура очень сильно развиты. Это давно бизнес. Это большие фестивали, крупные издания, это рекламодатели и высокая покупательная способность. Так почему же там все эта культура очень развита, а у нас нет? Неужели мы тупее? Неужели мы менее талантливые? Нет. На Западе эта культура более развита лишь потому, что там были люди, которые ее развивали. Люди, которые понимают и знают, как на этом можно сделать деньги. А отсюда вывод – на музыке можно делать деньги.